Вопросы Вопросы идут, я рассматриваю на основании Библии Если в этой святой книге этого нет, то разговор можно заканчивать Чего нет в Библии, Златоуст говорит, о том не рассуждаем Вопрос ясный Так, какие вопросы сегодня? Сегодня вопрос о благовестии, о проповеди Вот в своих проповедях о Христе, о спасении души Да и в беседах различных Вы часто говорите о себе, не просто касаетесь себя, а прям рассказываете о себе Примеры приводите из своей жизни, из жизни ваших близких или знакомых И знаете, когда вы говорите проповедь о Христе, о спасении души Любой души какой-то То это может на людей, которые слушают вас Влиять, ну как бы смущать их Какие-то испытания для них, это душевные переживания Вы не можете на основании Слова Божия То есть почему я обращаюсь к примеру своей жизни? Да, почему именно вы себе говорите? Ну, в первую очередь нужно сказать людям, кто я Вот в эфире появляется, говорит, предлагает такой-то сайт А кто такой лапкин? Я не слышал Я что должен сказать? Все, вопрос провокационный Я должен спрятаться Я так не рассуждаю У меня совершенно иной подход ко всему, что делать люди Для меня авторитетов практически нету Таких, которые рядом были бы И поэтому священники даже обвиняют Ну у вас духовного отца не было И вот поэтому вы так росли, как дичок в поле Я принимаю эти слова и начинаю их рассматривать Да, так Именно так, что мою душу никто из вас не уродовал Я у Бога на все просил откровения И мне это было дано Не через мои там размышления только А куда мне обратиться Это было Я сразу должен сказать, отчего у меня такие мысли были Я избранник Божий Это для всех понятно В семье у нас было 10 детей Но вот эта тяга к духовному Размышления о духовном Она была в таком виде только у меня Она резко выражалась Ни приятия никакой лжи Ну, я должен как сказать Я не пойму вообще, почему людей это так смущает Когда обращаемся к опыту своей жизни Вот допустим Вот вышла книга такая Называется для слова «Божий нет уз» Это я на площади перед микрофоном В этот день готовились громить коммунистов И меня увидели в толпе Уже трибуны стояли Уже там назначенные ораторы друг за другом И меня увидели Бегом сбежала милиция Я ничего не понял даже Они в толпу Меня схватили под руки Я думаю, опять арестовали Я освободился в 87-м Это в 91-м году было Они ничего Вас там ждут Там и показывают Там председатель Тогда из полкома был Увидели вас в толпе И скорее сюда Потому что очень тревожная Накаленная обстановка Просто коммунисты в этот день Боялись говорить Там в домах будут Как в Азербайджане Или где-то резать их Они за меня на трибуну А у меня был с собой новый завет Я вот сразу встал И стал говорить Я понял в чем дело После моего выступления Накал полностью был сбит И дальше спокойно уже выступали Потом они мне подходили Я знаю КГБ и кто бы не были Как благодарили Как вот вы могли так к ним подойти Но не моя это оценка Я должен это скрыть И не говорить Я должен опыт передать Те, которые нас обвиняют Они должны что-то представить лучше А если у них ничего нет Кроме обвинения необоснованного То какой я Обычно так Какого-то епископа Обвиняют в нехороших грехах Там связи с детьми И прочее И он полностью молчит Нигде ничего нет О! Правду говорят Видишь, рот заткнули как А если бы неправда была У меня так На выпад против меня На удар Я отвечаю серии ударов Рассчитанных Подтвержденных Допустим Я начальник детского лагеря Я не должен это говорить А как ко мне дети приедут тогда Я являюсь основателем лагеря Единственного в Советском Союзе Основанного на православных Христианских Древних обычаях Меня преследовали Каждый год лагерь сжигали Дотла 18 раз сжигали А мы заново из пепла восставали Я не должен это говорить А с кого писать образ Я им указываю на Христа Что во мне это преобразовал Христос Себе я ничего не приписываю Я должен это показать Или не должен Должен спрятаться А что они коммунисты? Ну коммунистам надо было Чтобы это уничтожить Вот это написано Это книга 752 страницы Когда я вернулся Первый раз из заключения Тут сказать нужно В 80-м году То мне много изъяли Много вернули А второй раз В 86-м году Как говорится Загремел в лагерь И освободился В 87-м По указу Президиум Верховного Совета СССР От 15 марта 87-го года Я не должен об этом говорить Но это моя жизнь Я всегда становлюсь Почему так это их трогает Вот что бы я ни делал Я не должен Говорить Но здесь кто первый Начал собирать материалы Николай Балашов Священник Он по внешним делам Церкви Патриарша Вот в деле объединения Как называют О каноническом акте Признания друг друга Он тут Главнейшую роль играл У патриарха Кирилла Алексия тогда еще А второе Здесь иеромонах Второй Нафанаил И здесь это Сборник документов Документов Фотографии везде Вот я где обратился Там их как бы Духовные родители Вот она стоит Михаил и Анна Они пятидесятники Ой да лучше бы не говорили А то вас будут зазирать Вы сектанты Так вас за сектанты считают Вы уж против мощей Ну вот я сфотографировал Я помещаю Когда я освободился То был реабилитирован Ну и по закону Мне должны были предоставить Мои дела Тома Я сидел там каждый день Приходил и выписывал Выписывал А потом это все Помещено здесь Я выписал не то Где обо мне говорили Хорошо Свидетели На суде В 86 году В краевом суде Все Самые поганые Подлые Лживые Обвинения От священства Патриархийного Я все поместил здесь Я что сделал не так У меня закавычины Взято в кавычки Моя вина какая Что скрыть это надо А что вы боитесь Я не боюсь Я называю фамилии Кто меня посадил Кто докладывал Кто что писал Там все В деле есть До самой маленькой записки Я все выписал Я указываю Какой том моего дела И какая страница На обороте Или где В этом тоже обвинение А вот вы говорите Так Все пишите К вам будут плохо относиться Дескать Это надо было загладить Я не канонизирую себя Когда людей канонизируют То все Что кажется сомнительным Плохим Все убирает Стилизует называется Я абсолютный противник этого Все как было Я уважаю Очень своих считателей Поэтому поместил все Какие у нас неурядицы Строящиеся с нуля Православной деревни Самое малейшее Я в проповеди Отражал это Для того чтобы знали Куда приложить силы И как это дело Положение исправить А замазать все Что ничего нет У нас все хорошо Это у старобрядцев И у ЦК КПСС Поэтому то и другое Тонет на дне Или разрушается Нужно себя поставить Во свет Слово Божие Исайя 5.20 Если нет там света То чего там слушать Если не по Слову Божию Поэтому все эти обвинения Я уже слышал многократно Но они меня почему-то Совершенно не трогают Я вижу что эти люди Бога не знают Им разницы никакой нет Уверуют люди Не уверуют Я спрашиваю Вы читали книгу Житие протопопа вакуума Им самим написано Заголовок на корочке Ну читали Так а разве житие Сам человек пишет Я говорю книга Пока подождите судить Ну а как по другому Она была бы может По другому названа Что бы мы знали Из того времени Это древнейший Сценнейший материал Ну слово полку Игоря Это ничего нам не говорит А это христианин Вот поставил И достали Раскол Там и были Видимо и Те которые рецензировали Были советики какие-то И старообрядцев Там показано все как ясно На основании его книги Он бы не писал Ничего не было Даже пустое топорище Он там сидел Выдал был И туда закладывал А эти ехали Обыщут Еще нет Тут топоры с собой У кучера Там внутри топорище было И это мы знаем И как он шел И как падал И что говорила И что говорила жена Все написано Что Анастасия Марковна Ему говорила До коля До самой смерти Марковна Это в поговорку вошло А теперь В книгах пишут Знаете Ваша биография Вы как Солженицын Такой же неуступчивый Так же вот Идете Меня это не касается На кого я похож Я знаю Что скрывать Свою жизнь Грех А которые завидуют Это от зависти Люди говорят Они желают Чтобы нигде Ничего не было известно А как Продали в рабство Иосифа им Все Одежду кровавую Показали А он не боялся Фиксировал Как он был Какие сны видел А за это время Когда он был Про братья По делу Среди строчки не написано Почему Да ничего и нету там Им писать нечего А про него ставят Фильмы сегодня Как обвинила его Жена Как он показался Ламудрия Как он В тюрьме Кому какие слова Сказал прямая речь Кто это дал Не братья же это Это он сохранил Сам Он написал Свою автобиографию У бапсистов Кто сидели Вот Азаров Михаил Николай Ерофеевич Бойко Это целые книги вышли Почему их не обвиняют Как он был Как пошел на двор Как бумажку нашел Он даже об этом пишет А на бумажке смятый Отче наш И он обратился А как по другому Мы бы узнали Почему меня в этом обвиняют Я спрашиваю В чем моя вина Если я рассказал Как это было Вы это не делайте Я говорю Да сегодня такое время Сейчас ничего нельзя сделать Я говорю Неправда Неправда Все считали Что рухнуло царство И Давыда нет Давид умер Поплакали И все Ничего подобного У него премудрый сын будет И далее Я решил Я думал И постоянно Считайте экхристианство На одном я Все построена книга Развел сады Завел певиц Я А как по другому Узнали бы Вот этот дух Коллективизма Мы домыкались Нужно уметь Брать ответственность На себя Да я начальник лагеря Я его основатель И поэтому Все удары принимаю Меня В один год Только три уголовных дела Против меня завели И все рухнуло Я подал в суд Все процессы выиграл Московский комсомолист На меня там Профессура Еврейская организация ВНСР КПРФ Это все против меня Одного Я показал образец Вам Выставить можно Так мне руку Вот так жали Краевой администрации Краевой прокуратуре Мы никогда не думали Чтобы выиграть Эти процессы Против кого? ГТРК Они Москве подчиняются Там такая Уже не волосатая А рогатая рука И ничего не могли сделать Почему? Мы все молились И все отступило Отхлынуло Им нужно было Уничтожить лагерь Через санэпидемистанцию Что? Ничего не получилось Теперь пример А вот вы любите судиться Сутьяшничаете? Да Они меня вынуждают И мне это не запрещено Ни канонами Никак Павел говорит Требуя суда Кесаря Иосиф говорит Напомните фараону Что я невинный суд Там Я вот где сижу сейчас Это два домика Я выиграл Одиннадцать лет шел в суд И я его выиграл Благодаря тому Что есть Верховный суд РСФСР Верховный суд СССР Да у него еще есть Президиум Верховного суда И благодаря Президиуму Который все дела отменил И заново начали рассматривать А у меня одиннадцать миллиардов было В иске Я создал самую крупную в мире Духовную фанатеку Это сегодня понятно А кто должен я сказать Кто создал ее Не Пушкин же ее создал Я вопросы тоже задаю Которые мне дают Я их размучаю А почему до вас это никто не сделал Я не могу на это вопрос ответить Я избранник Меня Бог и избрал на это Почему вы не бунтуете Потому что Третью часть жизни просыпаете Восемь часов Я забунтовал И уменьшил сон до двух с половиной часов Это не год не два я держал на этом Это моя жизнь И когда КГБ МГБ меня арестовало Закончилось все И приезжает Ну потом он полковник стал А майор стал Генерал майор В охране Путь этого Ельцина Бориса Николаевича Это на мне Которые задействованы были Считали что действует Несколько больших отделов Сибири А оказалось один человек Для них это было как Я вот просто Ну некоторые места Хотел даже показать Вот Тут не видно Может быть будет Я сейчас увеличу его Вот Это В Москве есть Около храма Христа Спасителя Там Храм на Берсеневке Николы Называют где-то Вот И там отец Кирилл Сахаров И вот он приезжал здесь И он Издал книги Вот эта третья книга у него Он писатель настоящий Талантливый Это книга воспоминаний Вот третья книга Вот я открою Чтобы видно было Он их мне присылает И в первой книге Он написал Как приезжал сюда с детьми Приезжал В детский лагерь у меня были И он все описал И что Он описал А я не имею права Теперь поместить его у себя в книге Или я не пойму В чем смысл тогда И вот он что пишет А этот человек По всему миру Везде изъездил Сколько сроков Он был председатель Молодежного братства России У него там и патриарх И все Он единственный в Москве Который не получил ИНН на храм Ну что-то стоит Это они постоянно Об этом говорят Подчеркивают Это единственный человек Который находясь в патриархии Службу ведет По-старообрядчески Это не единоведчески Это Ну самая настоящая Патриархийная Московская патриархия Рядом живет Он служба Прямо ну через мост Только перейти от храма Христа Спасителя И тут же стоит храм И вот он у нас когда был И написал Прочитай слух Одно из самых моих Сильных впечатлений в жизни Жизнь в потеряевке И общение с Игнатием Исключительно одаренная Богата духовна личность Постоянно открываются Новые новые грани Ежедневно Общаешься с пяти утра До девяти вечера И каждый день Неповторим Десятки новых примеров Никаких повторов Никакой скучноты Новые краски и грани Обращаясь к прихожанам храма Я сказал Все что я говорю вам Как видите Довольно остро Но я просто хочу Воспроизвести вам Образ человека Который влияет На миллионы людей Известен в масштабе России Тысячи кассет Публикаций Кинофильмы про него Показывают Это явление Нельзя игнорировать Можно принимать Далеко не все Я с ним спорил По многим вопросам Но это целое явление Поэтому важно иметь Представление о нем И провести Правильный анализ Того Что он говорит Отсеять рациональное зерно От того Что для нас неприемлемо Ну много он что тут сказал Это он сказал В своей книге Распространил на весь мир Какая моя вина Если я это перепечатал И сказал Ну я то еще живой Перед вами Потому что постоянно говорят Ничего нельзя сделать Напрасно Сектанты нападают Я должен сидеть Вот так Когда 50 лет Миссионер Я тогда говорю Ну в моем доме Вот обратились Его готовятся Канонизировать Яковлев Григорий Отец Григорий Кришнаид голову Отрезал Тура А он в моем доме Обратился И он везде Это подчеркивал Отец Геннадий Фас Менонит Немец Преподаватель Бывший Томского университета Физик Математик В моем доме Он делается православным В моем доме Он везде Это подчеркивает Теперь Закончил семинарию Академию Московскую Макистер Богословия Какие книги Он выпускает Какая моя вина Если я об этом говорю Показываю Ну конкретно В чем вина То они обратились Нет Или говорить об этом нельзя Так вы меня понуждаете И к этому Говорите Сегодня Напрасно Нельзя ничего делать Как это нельзя Я говорю Можно делать Я просто спрошу Из живых Православной церкви Которые сидели В лагерях Не за что-то За слово Божие Не то что попов брали Там лишние награбленные деньги У них взяли Вы покажите мне От Москвы до Дальнего Востока Еще одного Меня Бог избрал на это Я прошел пять тюрем Я просто смотрю на свою жизнь Пять лет ребенка Спросите Какая у него мысль Кем он хочет быть Ну космонавтом Ну больше что Ну сегодня может быть артистом Или еще что-то Я в пять лет уже знал Кем я буду Я должен быть террористом У меня уже ружья везде Патроны натолканы были Я стрелял и стрелял А для чего Убивать коммунистов За поругу на уродю Пятилетний ребенок Я плакал слезами Видя все эти развалины Как людей раскулачивали Вы найдете мне еще Как он говорит Отец Кирилл Я должен это сказать Это моя биография Моя У меня жизнь была похожа на саму Но Бог меня обратил Люди говорят Ну ладно Зачем вы говорите Что вы обратились у пятидесятников Тогда они соединены с баптистом были А как я должен говорить Библию я там получил Я не был пятидесятником Баптистом ни одной минуты Но уже через три месяца Я стоял на кафедре Во всех столичных городах Я проповедовал И они везде представляли К нам приехал православный проповедник И я говорил у них У баптистов Повторяю У баптистов Я не должен об этом говорить Я молодым говорю Начинайте работать Да вот там нельзя Тут другое Все тут стонут Где-то ноют Как будто все из ноевого потопа вылезли Я пишу свою биографию Это моя биография Вот учебники выходят Закон Божий Показывает как слагать пальцы Ну почему рядом не сказать Что не так было Янг Златоуст крестились одним перстом Одним Во времена Милетия Когда возникла Ересьария Против него было учение Троицы Выражено в этом Когда монофилист То возникло два перста И Русь так крестилась Почему это скрывается от народа А теперь Да это равно Спасительно А я об этом говорю И так молюсь Где бы обвинения ни было Я говорю Конкретно Что я сделал не так Вот он выпускает Сейчас третья книга Третья воспоминания Это его жизнь Его воспоминания Отца Кирилла Третья книга Так-то он Пишет о себе В кавычки Он ничего взять не может У меня она Вся книга Вот это вот Из кавычек состоит Газета такая-то Кавычки открыты Дальше я перепечатаю Номер такой-то там-то Кинофильм такой-то Кинофильм государственный Я должен вскрыть это Я не пойму Вообще смысл-то какой Я приехал в Америку Меня буквально на разрыв Везде тянут Ваш фильм Такое популярное Предчувствие Режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич Это Красноярский фериал От Свердловской Документальной киностудии Первое место На международном киноконкурсе Меня селом затянули В этот фильм А теперь говорят Кабанилавкин Вы вообще никакой премии Не получили Второе Он специально Ставит обо мне Мое прозвище Златоуст Прозвище Я его не достоин Из Потеряевки Фильм занимает Первое место в России Я его не должен ставить Ну два фильма И первое место занимает Третье Просто убили Убили Или как он там Умер Считают Фильм Новосибирской Киностудии Опь Второе Крещение Руси И глаз попьющего Причем здесь я Ну ставят фильм Вот здесь был Евдокимов Михаил Знаешь так сказать Сергеевич кажется Ну вот он умер Погиб О нем фильм составили Там деньги собирали Сколько они Фильм поставили Его никто и не знает А какое ему место Да никакого Ну моя ли это вина Что в международном киноконкурсе Или в России Профессора в ГИКО Пять епископов было Они присваивают Первое место Какая моя вина А вы об этом говорите Ну я себе этот фильм даю Прошлые годы Еще Да Потом Как посадить Я желал Чтобы люди знали Толкование святых отцов Книг то не было Ну почему до меня Никто об этом не думал Или как Ну думали Ну а кроме думы вашей Что еще было Я поставил задачу Людям дать знать И Самый современный Магнитофон Покажи он какой Да вот как раз лежит он Это маяк 205 Скинь с него Вот это зеленая стена Потихоньку в сторону Вот так Вот так Покажи просто Вот он Маяк 205 320 рублей А у меня Зарплата была 72 рубля Ну понимаете Один магнитофон Чтобы ухвить Сколько я должен работать Но я их покупаю 15 Тон студия Бог сразу же дает мне Великого мастера От Божья От Бога Речкунов Леонид Ильич Алеша звали Вот как Брежнев Леонид Ильич И он мне все настраивает Как говорит Что было Я начитываю Библию От корки до корки Начитываю Архипелаг Гулаг 12 томов Иоанна Златоуста Переводя все места Писания Которые там в книгах По-славянски На русский язык Но читать нельзя Я просто косо читаю Я знаю о чем говорится Я цитирую Просто цитирую Что там написано Почему никто не взялся Далее 12 томов Жития святых 5 томов Добротолюбия 4 книги Григория Диченко Это по 900 страниц Почти книги Это не читать А начитать А начитать Это Надо чтобы выражение было Что я понимал О чем считаю Это сколько же надо было Там Голосовых связок Сколько зрения Но это было сделано И 50 книг Ауди я насчитал И распространил Буквально по всему миру Разошлось И в Аргентине И везде слушали Я вопрос Почему никто этого не делал Что вы мне наступаете На пятки то По сегодняшний день Никто не сделал Ну ладно Заново Пришлось после освобождения Пересчитать Библию И Архипелаг Гулаг Насчитать уже В электронной версии На диск сразу Но остальное Это я не могу пересчитать Ослабленное зрение Потому что Я провел здесь Только за 9 лет Более 30 тысяч часов За компьютером Учитывая того Что мне 73 года уже Меня 13 дней Держали в морозилке В арестованного У меня бронхи полетели Как тряпки Должен голос быть хороший Хорошее дыхание Хорошие зубы Зубов нету У меня руки Все выверщены Но задача стояла Нужно сделать Слово надо Для меня было Главным в моей жизни Я не должен это говорить Я сейчас подведу Это к священному писанию Я внутренне Духом знаю Это надо знать Это пример дает молодежи Молодежь Должна иметь Перед собой пример Я им показываю На Христоте Апостол Павел Не боялся этого сказать Подражайте мне Как я Христу Тогда начинали Говорят А где ты родился А где жил Вот так Я пошел в армию И за время службы в армии Свободно научился И изучил английский Немецкий Французский Вы мне покажите Кто во время службы Это делает Три года потеряно У меня четыре года Подводный плод был Ни одной минуты не потеряно И изучил за то время Все политические системы мира Сгодится Одной минуты Зря не было прожито Все это потом сгодилось И уже после освобождения Я далее Уже работаю с книгами Мне показали 21 октября 2001 года Как компьютер Включать И я издал Он может показать 38 книг И три еще в интернетной версии Они все в интернете Эти книги На нашем сайте Кристиан День Народ Ру Я не должен говорить об этом Но какие книги В каждой книге Это 752 страницы Вот из этой книги Библия Примерно по 3000 Выдержек взято Я знаю Откуда их брать Просто дело Это надо скрыть было А как я книги Тогда людям дам Вот в прошлом году Мы проехали За три месяца Одну неделю 240 городов И районных центров Начиная с Москвы А живем в Барнауле Туда съездили Вернулись обратно По районам И кончая Владивостоком Находкой И подарили моих книг Только подарили мы По библиотекам Начиная Москва Библиотека Ленина Парламентская библиотека Называется президентская Историческая Центральные города Как в Тюмени Филиал президентской библиотеки На 3 миллиона 150 тысяч Только за один год Я не должен говорить об этом Потому что никто не знал А как же город наверху горы Чтобы все видели Почему об этом апостолы Щетко показали Что город наверху горы Не может укрыться Я просто обязан Звать к этому В патриархию Я сказал Были когда здесь в епархии Ну давайте Организуем вместе это делать Вместе Мы передадим опыт У меня опыт полвека Как адвентисты Пятидесятники Приходили и каялись Принимали веру православную Святую и чистую Не ту Которую сегодня люди видят И на что нападают И сектанты Это нападают Не на православную веру А на извращение Которое есть Вот это мощи Там на все что делают Ну они видят Только глазами Они ее не знают Как Невзоров Он ни одного дня Не был верующим Человек познавший Православие Никогда никуда не уйдет Но его скрыли Эту веру И я это в книгах Все показываю На примерах Я спрашиваю Конкретно Моя вина какая Когда я стал начитывать Я встречаюсь с архиереями У людей к архиерею По благословению подойти Это беда Я приезжаю в Москву Ко мне ночью Три архиерея пришли А я мирянин Но вы еще найдите Такой пример Советское время Когда они вот так дрожат И три пришли на одну квартиру Одновременно Я уж не говорю Сколько священников Группами приходили Архимандриты Почему? На деле увидеть Как это делается Какие правила Как это вам удалось Я должен закрыться И сказать Не надо Я боюсь Вот в книгах пишут Показывали крестное знамение Так Потом говорят На грудь У вас священие Чус Налево направо Я говорил неправильно Вот эта черта Из-под нее Вот такой только А здесь выше Крест перевернутый И сейчас у Слободского Все показано Один благочестивый человек Нам подсказал А мы столько лет Книги печатали неправильно Нужно на лоб На чрево Где пуп На право И точно налево Один благочестивый человек Но все-таки Кто-то подсказал вам Я знаю Мое имя Действует на людей Как красная тряпка На быка Мне это меньше всего касается Дуйте Плюйте Но только возьмите Что вам дается Я ведь не для себя Это готовил И вот Книги Изданные мной Но все-таки 38 только в книжном варианте 95 примерно Процентов книг Я раздаю даром Даром Но чтобы издать Мне пришлось Около 14 миллионов Где-то занимать И все это позади Вот сейчас ехать Не было я машину Господь мне дает Прямо говорится С неба Куплена машина Рассчитаться некому Все на мне легло Сейчас нам нужно немного Хотя бы 1012 евро Думаю проехать до Португалии Скандинавии Прибалтику захватить Опять все на мне лежит Я не должен это говорить А у меня минимальная пенсия 5300 Со всеми льготами На сегодня На 2 апреля 2013 года Что так трогает Люди не знают Как поклониться Я им показываю Поклониться Нужно вот так Чтобы рука Могла достать пол У меня 3 грыжи На позвоночнике Я на стройке Проработал Всю жизнь 3 А одну вырезали Я вообще Недвижимый был Моя биография Очень похожа На Солженицынскую И я не мог Кланяться И каждый раз говорил Простите дети Я не могу Кланяться Я только вот так вот Я давил и давил И давил Что так хрестнуло И теперь я кланяюсь Вот как будто Никогда ничего не болело Какая моя вина Я не должен показывать Я вижу Когда здоровый Не могу поклониться Я просто показываю На кого покажу На Павла Там поклонов Может и не было даже Но я перед вами живой Ну сумел это сделать Зато он говорит Если один сумел С остальных уже спросится Вы тоже могли Я их увлекаю Собственным примером На людей не действуют Слова так как дела Ну а дела-то они Должны увидеть Вот говорят дети Беспризорность Я поневоле должен сказать Вот пустырь Мы на пустыре Основываем лагерь Строим все У нас сейчас там И холодильники Это все своими силами Ни рубля за 40 лет Мне государство не дало Кроме преследования Это тысячи детей подняты Ну давайте в каждом месте Это сделаем И будет по-другому А проклятые евреи Жиды Везде лозные Не жиды виноваты Мы виноваты Вот ко мне приезжает еврей Но уехал-то он уже другой Он принял Христа И стал православным батюшкой Наум Израилевич Бог даст сегодня Нынче опять к нему поеду туда Ну давайте по одному еврею Обратим Сделаем священниками Священник Пилат знал Что Христа предали завистью А фарисеи не знали Это такой грех Которым трудно осознаваться Это завистники Они ничего не делают Они лгут все время А я им показываю Можно жить по-другому С самой бедности жить И быть счастливым И радостным Я знаю как людей это трогает Когда себя делают Я говорю Заботьтесь о своем здоровье Они сидят спокойно Ну не обращайтесь Лишний раз к врачам Ну молодые делают Ну за 70 лет уже Куда вы лезете Зачем? Никак Тогда я говорю Я еще ни одной таблетки не съел И к врачам вообще не обращаюсь Не считая Когда меня без сознания Привезли на операцию А что ты себя показываешь? Ну на кого? На Пушкина нужно показать На Брежнева За ними все время Реанимация ездила За мной не ездит Я держу три голубятни Туда-сюда сную И на велосипеде гоняю Девчонка одна пишет Письма У меня письма Должны проверяться в лагере Она пишет Баба Здесь такой мировой дед Он на велике гоняет Все время Ребятишки пишут Вот им пример Они играют в игру В дяде Игнатия Когда мне сделали операцию Привезли меня к пласту На сено положили Мне нельзя было сидеть Время было уже Второй час ночи И весь лагерь ждал меня Их не могли не положить Ничего Но у меня строго все Но Душа ребенка понимает Как я люблю его Я покупаю мед И берегу Но ребенок заболел Я от него не отхожу С этой банкой И они это все понимают Дети Вы что мне завидуете Каждый организуйте Отдельно детский лагерь Без призорности у нас не будет Не будет ее Конкретно В моем доме Обращается следователь Военной КГБ И он Ныне православный батюшка Один из лучших батюшек Я боюсь назвать Его сожрут сразу Но давайте каждый Ну вы то священники Вы у престола стоите Пусть через вас По одному Придет сотрудник КГБ И вопрос Снят с повестки В моем доме Обращается Я говорил Геннадию Яковлеву Двоюродный племянник Главного идеолога СССР Суслова Михаила Андреевича Это был работник Комсомольский Как Республиканского масштаба И он в моем доме В моем Не в вашем Я должен это скрыть А вот авито написано так О делах Божьих Следует возвещать А тайну Сареву хранить Уже было из-за этого известно Тайну Божию Это тайна Божия Как Бог трудится Приезжает ко мне Неоднократно приезжал Есть такой архимандрит Амвроси Юрасов В городе Ивановна Он как Настоятель женского монастыря Мы с ним беседуем Он останавливается Среди дороги Что говорить Это все надо записывать Нам сухую Исхоластику преподают Ваши слова Пощупать можно Пишите Я пишу второй том Меня побуждают к этому Я ни в одном фильме Не хотел сниматься Я не искал никого нигде Мне звонят и звонят Брат родной звонит Ну согласись Ну тебя просят Ну Режиссер Они не пьют там Они не курят Представляет их Я что должен делать Они три месяца Меня уламывают Я соглашаюсь И фильм сразу Занимает первое место Подвинув все остальные фильмы Как предчувствие было Уже распределили Первое, второе, третье А он опоздал Приехал Он сразу их потеснил Вниз Стал первое Первое стало вторым А третье Какая моя вина Я просто хочу Какая моя вина То что я Я же не говорю Я вышел и говорю Я должен людям Сказать Вот мы 56 сел На Алтае Прошли Заходя в каждый дом Занося Евангелие Даря в каждый дом В каждый А кто приходит На стадион Или в дом культуры Это подоговоры С администрацией района Не просто так С администрацией села Им дарим Новый Завет Но так Я то никто Это мои братья сидят рядом Один то ничего не сделаешь 56 сел Мы подарили 30 тысяч Евангелий Мы сами все покупаем Что то нам где то Дают Так опять же Гедеонову братья Теперь только все покупать Я не должен говорить Я этим побуждаю Других к этому подражанию Подражайте мне Как я Христу К нам приезжает Директор Библейского Российского общества Города Новосибирска Булатов Алексей Владимирович Ну мы то кто такие Мы же не баптисты Но они делают дело И мы участвуем В сборе денег И он говорит Где бы я ни был Я говорю теперь У меня на первое место Среди всех помощников Вы православное Крестовозвиженское Общино вышли на первое место А переводят Что он показал Какие тут Айротский Алтайский язык Для алтайцев Не для русских Не для жителей А по национальности Какая моя вина Если я об этом сказал Я должен зарыть это Вы хотите меня сделать Тем который зарыл Свои таланты А тебе будут Возвещаться И будут писать Писание говорит Давид был Говорит Я был наименьше Но меня избрал Господь Меня предпочел А не вас Братья мои В нашей семье Десять было Меня Бог предпочел Через меня уверуют Брат станет священником Обратится мать Отец Сестры Братья какие Я не молчал Потому что Мой следователь Который допрашивал меня Принимает крещение Полным погружением Я не знаю где он сейчас Пищугов Виталий Николаевич Начальник тюрьмы Соломин Александр Семенович Все время Потом перезваниваемся Жена говорит Умер по-христиански Я когда был в заключении Утром вот встаю А мне говорят Батюшка Вот вы ночью-то все молились Так вот Сегодня Семь человек с вами На коленях сзади стояли Вы же не видели их Не оборачивайтесь И мы вот решили Попросить вас Можно мы тоже будем молиться Ну покажите Где это было У кого У баптистов могло быть У православных нет Я беседовал И с Зоей Крахмальниковой Зоей Александровной С Глебом Якуниным К слову сказать Мы лично знакомы У меня еще не опубликованное Интервью С Глебом Якуниным Примерно 16 часов В звучании Вообразите Интервью 16 часов Я это сказал в КГБ И они сразу стали просить Я говорю Не дам Я вам не доверяю уже Вы один раз поступили Со мной неправильные Тогда Которые со мной Хорошо относятся Никулин Юрий Михайлович Говорит Ну а если В вашем присутствии Я говорю Мою можно И он приехал ко мне на работу Он меня замучил там Обычно я закрою Сторож Сорожки лягут спать Он сидит Всю ночь глаз не сомкнет И привез магнитофон И сидел и слушал И в конце только сказал Ну и мудрец Вот как Отца Глеба задолбали Его нету Но у него этого не было Я спрашивал Ничего не было Что у меня было У меня непрерывная шла молитва Я не должен говорить Это опыт моей жизни Я о нем свидетельствую Почему Иова Вы не обвиняете Иова говорит Какой он был богат Это о нем говорит А потом Что делал он Все о себе говорит Какого бедника я не одевал Стадами моими Кто одевался Что он делал Почему Иова Левая и правая рука знают Вы не понимаете о чем Это главное Это внутреннее А ты не надмиваешься А чем Да собственно Мне и некогда Этим заниматься Моими пленками Пользовались Архиереи Монастыри Приезжали И сидели в очереди Ждали Когда я Сниму копию И дам им За любые деньги Но у меня Ни на грамм Не было дороже Того что Сили чистые пленки По количеству Златоуст Это 62 пленки 375 метров Каждое 8 часов 20 минут Змущания Ну давайте Кто слушает это Кто это сделал Проспали Россию А если бы все делали Как я Наверное по другому Было бы Я почему должен Молчать об этом Говорить Меня Бог избрал И я все сказал В пророческом духе Ничего не прибавляя Это моя жизнь Моя Вот священники Сидят Развалившись Разлепешились В благочине И не знают Они уже как-то Надо мной поизгаляться Я помню Бурдин отец Александр Прекрасный человек Благочинный Там Красноярского края Местный благочинный Войтович Отец Николай Павлович Не придирайтесь Что называю Павлович Скажем Отца Николая Так Я говорю Чтоб знали Что это не ошибочно А вот вы Начитали А теперь Вас везде слушают Даже в Австралии И во Южной Америке А к вам Гордость не подходит Это Понимаете Они о моей гордости Заботятся Пользуются Мои материалы Недоспанные ночи Мое здоровье И он же Надо мной еще Изгаляется Я делаю вид Смиренного человека Конечно Внутри то Конечно у меня Не то бывает Думаю Эх вы отцы Да если бы вместе То мы объединились Сколько бы мы могли сделать Но мне нельзя Слово сказать им Они мне говорят Не жуя выплюнут Но у всех Мои пленки И когда он заказывает Я из разных журналов Перездаю картинки Эти надписи Тогда ничего не было Чтобы показать Свет во тьме светит Приклеить туда Каждая Обклеена с трех сторон И ему В руки дается Да ведь из того Что мы делали Это около 90% Делали даром Покупали магнитофоны И дарили бабушкам И в разных местах Слушали Кто этим занимался Я просто перечисляю Я не могу об этом молчать Это Божья милость Павел говорит Не я Благодать во мне Православные знают Да действительно Жития святых Это были настольные книги Когда Библии не было Чихиминей назывались Считали Кто знает где это написано Ну как Один китайский товарищ сказал Я решил сделать книги эти известными Начитал 12 томов Составил сопроводительные документы Теперь все это разбито по файлам Стоит на моем сайте И каталог составлен На каждое житие И еще цифра стоит Сколько в книжном варианте Страниц она занимает Понимаете Это вся работа проделана Была вот этими руками Вот этой головой Никто не насчитал Только моим голосом Какая моя вина в этом Но за меня есть когда-то И тысячи А может и миллионы Которые нашли путь Которые звонят мне С Англии С Америки С Австралии Там до Португалии Вот через ваши То что мы слышали Мы нашли этот путь Мы обрели Христа Вы обвиняете Это я понимаю Что это обвинение Не от людей А от сатаны Ему желательно Чтобы все законопатить Нигде ничего не было Давид не боялся говорить И говорит как Ласкательствует передо мною Лежут прах ног моих И далее все это говорит Почему он не боялся Выставить себя А потому что он только А враги как прах Как солома Возметаемая ветром Я по слову Божьей Сейчас подтверждение хочу дать Если я согрешил в этом Ну тогда вопрос другой Вот это мы прочитали Отца Кирилла Так это маленькая совсем Вот это в моей книге Тут написано Вот я выезжаю в город Новосибирск Ну там-то проповедник Своих хватает Но договорились со мной И они делают так Три класса в один класс Сбивают Два-три класса Два-три класса Я тут только выступил Сейчас прошел там 45 минут Я через коридор прохожу Следующий Там уже два-три класса И вот она же За мной ходила завуч То она сопровождала Порядок наводила Это у меня в книге здесь отображено А так как я все записывал на магнитофон Все разговоры У меня прямая речь Прямая речь В кавычки взятая А да как-то поверит Так у меня пленки-то целые Голоса слышны И она говорит Вот я с вами хожу уже пятый день Вы в день проводите 4-5 занятий И все новые люди И вам нужно сделать вступление Ваше вступление занимает чуть ли не половину Времени И ни разу нигде не повторили вступление Я, говорит, такого не слыхала и не видала Но одно вступление Потому что вас главное О Христе сказать, да? Как оно все могло быть у вас разное? Я, говорит, еще даже Даже намека нет на повторение Вот отец Кирилл говорит Нет повторов Это Бог дает Бог Я преподаю в университетах 17 лет только в одном ИГТУ А это 21 тысяча студентов Могли туда заходить И начинаем мы Царю Небесный Молитву эту верующие знают Я ей объясняю По 20 минут на каждом занятии А это 8 занятий Выходит так Два раза в неделю было Ну умножить на 4 Это 8 Ну хотя бы 5 5 и 8, 40 40 до следующего года полтора 60 раз По 20 минут Или иногда по 25 Я объясняю только одну эту молитву Никаких повторов Одну молитву Священники Когда слышат это А откуда вы это знаете А у святых вроде не так написано Да, я всех святых этих просчитал И сделал вывод Нужно сделать понятнее Когда говорят А что такое уныние Вот здесь особенно Там Марк, Исаия, что говорили Эти авы, авы Это не апостолы, не пророки Я ответил простыми словами Плохо сделана работа И все объяснил И все согласились У меня свои наработки на это есть Я не просто читал Я все конспектировал Все абсолютно Но 50 книг Но сегодня возьмите время Это уже перестроено давным-давно Материалы о крещении Вот это к истинному православию книга Я почти 40 лет собирал материалы Я должен это указать предисловие-то Но вы же говорите о себе Ну а о ком я говорю? Ну ты собирал, давай твое имя подставим Вот они здесь писали Балашов и Судников Они поставлены Ну а я не видно просто Я мог бы открыть здесь И показать Вот оно где Для слова Божия нет уст Ну и далее Вот заголовок хотя бы прочитать Что тут первые слова? Все документы Предлагаемые читателю Связаны с одним человеком Лапкиным Игнатием Тихоновичем Но не он главный герой этой книги Главный герой Слово Божие Понятно? Это из документов Из разных газет, журналов Местных, районных, центральных, зарубежных Я все собрал Это средств нашей истории Теперь смотрим Мне мнение этих людей Интересует или нет? Златоуз говорит так Мнение неверующего для нас Отопись комара Жужжание жука Крик вороны Все Для меня это нисколько Не больше значит Хвалят они Я говорю У меня болит зуб А в Австралии Большие портреты на заборах Мои Мне от этого легче? И все заботятся А А что вы заботитесь обо мне так? О своей душе так не заботитесь? Вы почитайте Кримин 2 глава Вот когда человек Говорит А не делает Вот это осуждается Гнушая сигнал Святотатствуешь Говоря не красть Воруешь Говоря не прелюбодействуешь Прелюбодействуешь Здесь по другому Один священник сказал так Да на вас нападок много И прочее Но вы абсолютно Недосягаемы И Неуязвимы Я говорю А почему? Ну почему? Они не могут ничего сделать-то Они ничего не могут найти в вас И когда они лгут Я благодарю Богу Господи Значит Мои тайные грехи Какие-то там Скрытые И они должны Где-то выискивать То есть лгут Ты снова меня прикрыл Благодатью твоей Я для них Неуязвим Это говорит Не кто-то А говорит Благощинный И который Все это исследовал И нашел Неуязвимы для них Потому что За вами ничего Нигде нет А Давид говорит Если бы я знал Что-то за собой То я страшился бы Многолюдного общества Это где написано? Это написано у Иова Я не страшусь Многолюдного общества Моя жизнь вся открыта У нас какие идут Собрания В лагере Все абсолютно снято Никакой купировки нету Никакой стилизации Никаких вставушек Я вообще этого Не признаю Это моя жизнь Куски моей жизни Это моя мозаика Далее 1 Коринфянам 15 10-11 Считай Громко только Но благодатью Божию Есмь то что есмь И благодать его Во мне не была тщетна Но я более всех Их потрудился Не я впрочем А благодать Божия Которая со мною Итак Я ли Они ли Мы так проповедуем И вы так Уверовали Ну можно проповедовать Но никто не уверует Я могу сказать Уверовали Мне пришлось В одном собрании Баптистов говорить Примерно 450 человек Пересвитер встал И выразил мнение Мы сегодня же Готовы все принять православие Покажите мне У кого это было Здесь такие были ИПХ Ну они Ни паспортов Ни детей Не пускают Ну как вот Пензенские затворники Почти Но в моем доме В моем доме 32 человека Сразу пришло В течении полутора месяца Примерно Все они Получили паспорта После этого Дети вышли в школу Это так тронуло Местное краевое КГБ Что они ко мне На работу приехали Говорят Мы вот подумали Там в тайге В Красноярске Сколько людей Как бы вас туда забросить Мы ничего не можем сделать То есть ко мне Обращаются люди Не моего масштаба Мне говорят Вы еще успеваете Сделать только потому Что вы еще Ну как бы Вперед просчитываете Свою жизнь Не просчитываю Я отказался Говорю Вы меня дорогой сбросите И все Да вы что Ну ребята Я вам не доверяю Где надо Я сам найду Мне Полигон Не надо искать И далее Значит кто Это благодать Божия Как-то выступал Жириновский И там у него Схватка была С Пугачевой Аллой Борисом Она сначала Наняла Он ей Да вы все Начал говорить Певички Под какого императора Не ложились Начиная со Сталина Тихеньким голосом А мы кричите Она говорит Да такой я есть Такой я есть Принимаешь или не принимаешь Да я вот такой Какой есть Я глухой Я не слышу И поэтому я громко говорю Но это Это понятно Кто Дело имеет с глухими людьми Знает Я не хочу Это мне кажется Что все должны Слышать это Ну и голос Бог дал мне Слышать Дальше Якова 2 глава 18 стих Но скажет кто-нибудь Ты имеешь веру А я имею дела Покажи мне веру твою Без дел твоих А я покажу тебе Веру мою Из дел моих Я ей показываю Мою веру Перед Господом Похвалиться Хвалящийся Хвалиться Господом Я везде Везде Вижу моего Господа Везде Вот у меня Распорядок дня Мы встаем всегда В 4.40 И кто бы где ни был Все это наши люди Я показываю Что это делает Господь Симфонию На житие святых Почему до меня Никто не составили Я ее составил Теперь есть симфония Легко найти по одному Из событий Она не по смысловому Порядку составлена Я ее составил Да почти 5 лет Я над ней работал Но почему до меня Никто не сделал Я называю такие вещи Которые я просто Обязан сказать Она необходима Эта книга была Все говорят Ой-ой-ой Как она необходима Тогда был еще Может быть Просверен Какой-то Иннокентий Так у меня В 8-й том На стройной книге Священнослужители Хотели в патриархии Напечатать Еще при пимене Я отослал А у меня были только конспекты Они не могли разобраться А теперь я сам издал книгу Более еще расширил Но это мне Бог доверил И я выполнил работу Так как мог Кто лучше сможет Ну пускай Далее Еще есть Доревизионное издание Симфония На неканонические книги После издавали Я их все знаю Все они сделали Непрофессионально И ими плохо пользуются Я издал Симфонию На неканонические книги Она примерно в 1,6 раза Полнее их А во-вторых Без пропуска единого слова А то же компьютерные программы помогли Но до этого я составлял ее вручную Вручную В течение года И сам ее отпечатал на машинке Десятью пальцами И сам переплет Я переплетчик Когда люди узнают Это абсолютно невозможно Благословен Господь Он указал Я показываю Что пришлось сделать необычного Второе Вы знаете Есть канон Андрея Критского Ну худо или бедно Больше тысячи лет Скажем так Тысячу двести лет Тысячу двести Молится Каждый великий пост Я спрашиваю Вплоть до архиерея Скажите А чем вызван этот псалом Что он написан Для оглашенных И для падших Он не написан Для людей Которые приняли Христа Живут по заповедям Божьим А как так Ну считайте Что он говорит Пятьсот два события из Библии берет Помилуй меня Божий Помилуй меня Больше ничего нету Я говорю почему Чем вызван Написание Псалома 50 Грех Отнял жену А хозяина убил И предисловие Давид сам написал После того Как приходил на фан Там дальше О Версаве И все написал У Андрея Критского Это самое было Он был архиепископ Острова Крит И при нем был Шестой Вселенский Собор Это Седьмой век И он подписал Слава тебе И оно Изнано В интернете стоит А почему никто Да откуда мне знать Почему не почему Я знаю Духовно Что человек Рожденный свыше Он духовно растет Он идет по ступеням Видимо Задержимся Придется здесь Пусть идет Как и Получится у нас Два файла Дальше Вот И я сегодня Показывал вам Если можешь Покажи мне Две крайние книги Вон там Не 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 С той стороны Это Блаженного Феофилакта Толкование на Новый Завет Вот я тебе Немножко покажу Вот у меня Дореволюционное издание Подержи пожалуйста Вот Дореволюционное издание Посмотрите Какое оно Как Не знаю Видно Нет будет И вот оно есть Если я вот здесь Вот открываю Где то Ну пойми немножко Посмотри Как она есть Все места Которые из Евангелия На каком языке Как оно считается Где написано Какая глава Какой стих Какая книга Вообще неизвестно нигде Но это уже было Толкование Дальше Вот издает Австралийская Новозеландская Это Зарубежная церковь Тоже издает И вот Стих Какой стих Неизвестно Как оно считается Я не знаю Видно или не видно Так Вот как они были изданы Ну и изданы Да и изданы Положи туда Никому нужды нет У меня сердце Сразу заболело Да читать то невозможно Так Володя Дай-ка второй том Там у тебя внизу Смотрите Как я издаю Я его сначала Конспектировал По нём вел занятия И наконец Решил переиздать Переиздать Притом В самом лучшем варианте Сегодня я скажу По восьми параметрам Она лучшая Во всей мировой практике Впервые за две тысячи лет Вышла в одном В одном комплекте Трёхтомник По 752 странице С толкованием откровения Вот оно как Любое место Как оно выглядит Видно где взять Откуда Жирным курсивом И кроме того Я сделал 297 комментариев Высветил те места Где говорится О необходимости Изучения слова Божьей проповеди Положи Мне говорят Ну это всё-таки Уже 900 лет назад было Почему никто этого не сделал Меня замучили этим Почему Я никогда об этом Не задумываюсь Я знаю Нету И должно быть Всё Я приступаю к работе Никто не идёт Из православных Благовестовать Мы проехали столько Едем сейчас по Европе При Балтике Опускаемся к Южным Республикам Да к тому бить будут Я хочу к Рамзану Кадырову попасть К Папе Римскому В английскую библиотеку Центральную В Сюрихскую Где Ленин сидел А может быть Кто-то и примет Может быть Уже сегодня Мне сообщают Собирают людей В разных странах Договорятся с священником Вплоть до епископа Какая будет встреча С диаспорой С нашей С русской А почему Этого никто До вас не делал Я говорю Вопрос Вот я уже много раз Отвечал Не знаю Не знаю Я просто молюсь Я вот прочитал 118 Псалом 164 стих Семикратно в день Прославляю тебя За суды правды твоей Для меня этого Достаточно было Чтобы я не менее Семи раз Каждый день молился Это три святоя И сто поклонов Со всеми нужными Всем святым Но я православный Не менее семи раз Но иногда бывает Восемнадцать и двадцать раз Это должны быть Ночные дни И молитвы Да кого вы этим хвалитесь Я хвались моим Господом Ты попробуй вставать В определенное время С точности до минуты Без будильника Когда тебе на молитву Нужно поднять А у меня это в тюрьме было Ни разу не проспать А лампочка горит Круглые сутки Это было удивление Для всех стражников Для охранников Дубоками называют там Охрана Для всех заключенных Просто одно Что в восемь Десять отбоя В восемь Мертвая тишина В камере Шестьдесят семьдесят человек Два-три человека Не курящие Моют тщательно руки На Юновый Завет И ни один не закурит До этого старший По камере Там пахан За этим смотрит У меня не просто Уважение Как доктору Гаазу было Меня захватывали С ножами И обязательно Бог выставлял И среди них Говорит Да это он Тогда задержали нас Он помог нам И проще Это моя биография Это моя биография Но вы Хотите подражать Подражайте Выходите сегодня Вот мы знаем Погибло За последние Пятнадцать лет Семнадцать тысяч Поселений Российских Это Потери страны Здесь выступала Депутат АКПРФ Нина Данила Она говорит Это не просто Из реестра Администрации Выщукнут поселок Это потеря Территория страны Она пустой не будет Тут будет Другие с юга Красивые Чернобровые Здесь будут Китайцы Кто угодно Мы взяли Ущаться к земле И с нуля Начали восстанавливать Но Пять условий Должно быть Поселяющиеся Доказать должен Что не лжет Не пьет Не курит Не матерится Не ворует Я в этой Крымой администрации Сказал Они говорят Так у нас тут Ни одного такого нет И курят И матерятся И женщины Моя ли вина Что вы этого не делаете Делайте Я к ней приступил Благословлясь у Бога Невозможного Никогда не было Почему Яка с нами Бог То есть с нами Бог А большинство там Где Бог Я просто рассказываю Конкретно Вот они злобятся Я показываю Вот за 9 лет Издано столько книг Это библиотека целая Ну вы покажите Здесь за рубежом Где нибудь У кого нибудь У сектантов У православных Был такой наплыв Материала А сегодня архиереи Даже берут книги Когда К истинному православному Это настольная книга Для священнослужителей Это мне Бог дал Я должен скрыть Или что я должен сделать Или не дождетесь Когда я помру Мартин Лютер сказал Папе Как тебе будет Меня не хватать Это я говорю Ко всем Которые преследуют сегодня Считаем дальше Я покажу тебе веру Из дел моих Я показываю Из дел Значит Можешь показать ее Из дел Показать ее надо Я ей показываю Я бы был не таким Я бы давно умер Кабы не мой Господь Мой Господь Вот я поступил В высшее мореходное училище Сразу же добился разрешения Сдать Три курса за год За один год По выбору комиссии На одном из трех Иностранных языков Ну теперь покажите У вас было это или нет Да это не мое У нас в школе Иностранного языка не было Вообще не было его Нуль Это с нуля Все Бог дает Я должен сказать Господи Мне это не надо Я ухожу Я не могу так Я уже За грань перешел 73 года мне И поэтому Вот эти разные нападки Я скажу Как же пилот знал Что предали зависть А вы не знаете Вы завистники И вы этого не знаете За мной как киллеры охотятся Не пьют и не едят Но они опаздывают Потому что Когда они приходят сюда Я уже в третьем месте нахожусь Я в городе Преподаю В десятках школ В пяти университетах Во всех отделах милиции Пять отделов Шестой Краевое Городское УВД И краевое И приезжают Только за мной Больше ни за кем Они заказывают тему Допустим Эб экстремизме Это 700 офицеров бывает Прокуроры Я перед ними выступаю Когда разрешили Библию приносить Я лично Бог мне дал это Доставать Библии Я наводнен буквально Все организации Ни копейки не добавляя Почти в 10 раз Дешевле стоимости Которая в церкви И сегодня Мне везде руку жмут И прокуроры Мы все это Через вас услышали Отдельно Собирают завучи Директора школ Город Я перед ними выступаю Где вы были В это время Во всех воинских частях Моя работа Во всех заводах ЛТП тогда было Там решили В тюрьмах Какие есть В лагере В КГБ В прокуратурах Я считаю Больше меня никто Не проповедовал Вот за эти годы Никто Все техникум Это все мое было Так а за мной В это время Гонялись местные От епископа Приносят бумагу Чтобы меня выкинули Но ничего опять же Не получилось Кроме позора Им говорят Возьмите другую аудиторию Мы вам не отказываем А зачем выгонять Он у нас уже 16 лет Преподает И при том бесплатно Я веду бесплатно Что я перечислил Я в начале детского лагеря Я нигде ни рубля не получаю И голодным не ложусь И никакому Березовскому Я не завидую Я только жалею Что он Бога Если умер не знал Какое горе-то Весь мир приобрел А душе повредил Какой выкуп Даже за душу свою И далее считаем 1 Калифан 4 глава 16 стих Посему умоляю вас Подражайте мне Как я Христу Ну тут понятно Что он надеялся Что он поступает Как Христос А зачем умолять Умолять-то зачем Не осуждайте меня Что говорю А я умоляю вас Подражайте мне Вы можете Это правило сказать Вот это и оно Я это могу сказать Я скажу только Самое маленькое вам Вот сегодня Здесь в интернете Иногда бунтует Но адвентисты Седьмого дня Свидетель Гоу правы Должна быть десятина В храме не должно быть торговли Вам это никак не понятно Мне это понятно было В первый день Когда я обратился Ко Христу Через Евангелие 27 сентября 1962 года В 17.00 А работал в это время Матросом Учился в училище Высшем мореходном Мне это понятно было Я только один раз Услышал тогда А что десятина Десятая часть Заработанного У меня заработок 100 Десятку нужно отдать Во имя Христа Я сразу решил Буду отдавать 90 9 десятин И 50 лет я прожил В этом накале У меня ничего нету Я сам Трехэтажными Вот заплатами Начиняю Вот он я перед вами Без здесь Это не Я не просто бромирую этим Это моя просто жизнь Я нормально И летом я иду по городу Босиком Босиком Совершенно не носков Ничего нету Иду по городу В краевую администрацию И меня везде принимают А что у вас так Обуви нету Да есть обувь Мне так интереснее У меня валенки Притом разные цветом Я ну серый А другой черный Ну один износился А другой там сохранился Я зайду первым делом в снег Их потру снегом А дальше шпарю по городу Ботинок нет И который видел Балашоп этот Он все это описывает Все в этой книге Почему он говорит уникально Я не считаю в себе Ни уникальностью Ничего Я живу так Как есть Один из примеров Я как-то зашел В краевой суд О председателе Пашков Виктор Иванович Генерал-майор С ним рядом Находится Прокурор края Генерал-лейтенант Даша генерал-лейтенант На управляющий Делой Отдела юстиции Я зашел к ним А как раз Сабантующий был День рождения одного из них Они говорят А мы только сейчас разговаривали Был здесь Мэр города Баварин Входящий В десятку Лучших мэров России Мой друг Могу назвать И мы только что О вас говорили На дне рождения Генеральные Первые лица Края Края И они обо мне Рассуждают Моя вина В этом Нет Я говорю А в чем мы говорили Да более счастливого человека Мы просто не знаем Я говорю А как вы определили Почему Вы делаете то Что вам нравится О это точно А я показывает Пачка дела Уголовных убийств Я сижу Чем я занимаюсь И тот тоже Чем мы занимаемся Я не могу талант свой развить Я говорю А каждый день его развиваю Я с молодыми Молодой Я по возрасту Застрял где-то На 25 летнем возрасте Я не ощущаю Возраста своего Как моя мама спрашивала А в какой стороне Сердце В груди Вот так пощупать Говорят Сердце болит А что это такое Умереть как пчела В полете С полной С полной Корзинкой меда Как Богу угодно Но надо Только маленько думать Что я это делаю Ради моего Любимого Бога Ради Христа Ради Хоть чем-то доказать ему Господи Я тебя так люблю Если любите Соблюдите мои заповеди Вот поэтому у нас В общине Такой порядок Которого нигде Никогда нету И не было Я могу сказать Чтобы все До одного были В полное погружение Все сознательно Приняли Христа Своим спасителем Это в православии У сектантов это сплошь Но там другой вопрос Неправильно Крестят Они не рукоположны Мы находимся Во Вселенской Православной Церкви К той части принадлежим Которая приняла Окононическое общение Наш батюшка служит Московской патриархии Они у нас Мы Ни раскольники Никто Но Мы со многим Не согласны Не согласны Что они сходятся с Библией Они не идут На благовестие Самое главное Они делают Совершенно не то Вот эти плесунья Там В храме Христа Спасителя Их трогать Пальцем нельзя было Они не понимают Содействовали Или безразличие Их посадили Зачем Храм надо было Закрыть на 3 месяца Как оскверненный Согласно Слову Божию Он вел Трофима оскверненный И далее 3 месяца молиться Со слезами Денно и ночно Запруйте Все проще Площадь там рядом Все было бы по другому Меня когда спрашивают А вот избрали Вы патриархом Что бы вы делали Ну первым делом Прекратилось строительство Храмов Всех до одного Заморозить стройку Все деньги Которые освободятся Бросить на издание Новых Заветов И во первый же день Я сегодня патриарх Имя свое не менял бы Я в честь Игнатия Ростовского Чудотворца 10 июня по-новому А имя мое Стали бы Игнатий Богоносец В честь его Первым делом Я открыл бы Тысячу училищ В один день Да к преподавателю нету К баптилистам обратился бы Там нашлись бы Знаете Какие там проповедники Чудеснейшие Которые Нигде бы Подписку дали Не буду трогать Православную догматику Божьей Матери иконы Вот как поступил У меня программы На каждое дело есть Ну Не востребованные И далее Второй раз Павел говорит Первая коринфянам 11 Глава 1 стих Будьте подражателями Мне Как я Христу Почему это Ни Петр Не говорит Ни Иоанн Никто Вопрос Почему Ну почему Никто после этого Не сказал ни разу Почему он мог это сказать Я ни разу этого не сказал Нигде Но я все время туда Скашиваю глаза Я бы Записывал Все Что делает Павел Как он встает Через сколько дней Он вкушает Как он ночью встает Все бы записал 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 У меня магнитофон Есть Дальше Второй раз сказал Видите Филиписом пишет Третья глава 17 стих Подражайте Братья мне И смотрите на тех Которые поступают По образу Какой имеете В нас Ну тут уже Плотную ко мне Подходит Не только Христу подражать Но и тем Которые так поступают Ну смотрите На мою жизнь Тоже можете подражать В чем-то Повторяю В чем-то У апостола Павла Говорит Я для всех Сделал совсем Что приобрести Некоторых По крайней мере Некоторых Я за всю жизнь Ни одного еще Не встретил человека Который бы Выполнил это Мне это дано Я выступаю У баптистов Никто не знает Что я не баптист У адвентистов Они считают Что я адвентист У старобрядцев Они считают Я старобрядец Я ничего не подделываю Это все у меня Совершенно естественно идет Это Господь так делает Не ищите своего Для всех Я сделал совсем Мы конечно Вот сейчас выставляю материалы Сектанты Вот наконец-то Мы услышали о мощах Правильно Вчера от меня Православные посыпались Человек Наверное Пятьдесят ушло за ночь А вы против мощей Вы не понимаете Какая мощь в этих мощах Ну Не терять же дружбу Я доказательства сделал Они не могут доказать Почему У патриарха рука отсохла А когда взял Волосы на память У Семена Столпника А там не так написано Может Так у меня в кавычки взяты Дорогие Я все в кавычки беру То есть Копирую из жития святых Которое перезавла патриархия Может быть лет семь назад Далее Вторая калифина Десятая глава Двенадцатая и шестнадцатая стихи Ибо мы не смеем Сопоставлять Сопоставлять Или сравнивать себя С теми Которые Сами себя выставляют Так я останавливаю Сами себя выставляют Я себя не выставляю Меня выставляют Пусть тебя хвалит Другой язык Снимают обо мне Фильмы Ну не я же их ставлю Фильмы то Так что выступает Священник здесь Отец Николай Бурдин На южном Игнатий Он закупил За американские доллары Телевидение С Москвы приезжают С Германии Там отовсюду Снимают его Всю печать местную А правда В печати я много выступал Везде платить надо А тут ничего я не плачу А сколько вы денег заплатили Представьте К вам приехала Директор Кэстонского института Из Лондона Ксения Деннон И ее сопровождают С Останкина С Алтайского ГТРК Позвольте У меня денег нет на это Нет Так не бывает Представьте Какие лучшие режиссеры Снимают о вас фильмы Я ничего не знаю Они сами себя Выставляют Дали А они измеряют Себя самими собою И сравнивают себя С собою неразумно С собой Дальше они не видят У Григория Низского Был брат Василия Великий И Макрина Когда она умерла И он стал о ней писать А потом руки опустил Говорит Не верят Я пишу Говорит Они не верят Они верят только в то Что могут сами сделать Вот их критерии Вот они этого не могут делать Что я делаю Ну начните платить 9 десятин Вот нынче я встретил У сектанта У него 9 ребятишек И он платит 5 десятин Первый раз встретил в жизни Но не 9 Поэтому я все время работал На 2-3 работах Постоянно И всегда выработка у меня была 280-300 процентов Я плотник Печник 40 лет был Самая грубая работа Бетонщик Стекольщик Я прораб Закончил строительный техникум В Барнаульске Я не ищу себе Мне Бог все так дает Я просто готовые беру А как вы нашли Вот эти люди Я не искал Бог их привел Ко мне на дом Вот мне нужно Насчитывать У меня был материал М1 и М5 Это о масонстве О захвате в мире Тогда Все это Тайна была Я должен был записывать И матрасы Висели на окнах На дверях И нужно было мне Как кто Насчитывать будет Чтобы я не один И вдруг я утром встал А я молюсь об этом А дома у меня люди Постоянно Я говорю так Я сегодня сон видел Интересный Ко мне должны Зайти два человека И один из них У меня останется Но над ним Нависла скала Я просто в скале Сказнулся И под выступом Я еще не рассказал Сон В дверь стучат Прямо во время Разговора с нас Заходят два человека Я настораживался Кто так И один из них Ядер Яковлев Вот он Мы будем насчитывать Вместе трагедию Русской церкви Регельсона Трагедия 20 век Мученики 20 Архипелагулах Масонство Его голосом Насчитано Больше нигде Этого нет Вы знаете Такой был Эрудит Энциклопедист Я думаю Может таких и нет Сегодня Отец Александр Мень У кого есть Записи Лично с ним Беседы Интервью Задавали Дайте мне знать В интернете Стоит Мои беседы Я у него Раз Другой Прихожу И все Записываю Все вопросы Они в 20 томе У меня отмечены А сегодня говорят Знаете Мы нашли интересную Запись Правда не лучшего качества Но Именно беседовать Два человека Как будто Противоположен Насколько важен Это отец Александр Армении Игнатий Лапкин А кто такой Игнатий Лапкин Да кто его знает Да кто он такой Он задает такие вопросы Которые сегодня Еще неразрешимые были Он у меня даже В одном месте Вот так Микрофон схватил И засмеялся Ну интерьер Никогда таких вопросов Мне не задавали И еврейский вопрос Все там было Почему вы в Москве живете Не сделали этого А я с огромным магнитофоном В мешке с проводами Туда еду Присыпляюсь И дальше веду Я спрошу Почему Выпустили книгу Там серия книг Была 14 Мировые религии Современные религии Все Я нашел Что самое лучшее было Это Митрохина Баптизм Настолько Хорошо написано Профессор Митрохин Я еду в Москву Нахожу этого Митрохина И записываю Тайно наш разговор Ну почему Этого никто не сделал Почему могу Я теперь задавать Вы же там рядом были Мне надо было Тащиться до 3300 километров Тащить эту аппаратуру В мешке Обыкновенный мешок Из-под картошки И там лежит Вот этот магнитофон Только от проводов работает И я его записываю Я таких вопросов Знаете Сколько задать И они у меня в книгах Отображены Сколько таких было У нас тут Преподавателей Писателей Научных работников С которыми я встречаюсь В литературном институте И читаю стихи Там Лев Ашанин был как раз По одному стихотворению И все стали просить Чтобы я еще рассказал Еще И он говорит Знаете У нас такое впечатление Как будто ворвался ветер И все шторки Все наши Окна Все распахнул А я дорогой Написываю стихотворение У меня книги стихов Сейчас готовятся к выходу Но платить нечем По 800 страниц По 800 4 тома Это 3467 стихотворений По 9 куплетов Каждое В 4 строчных 9 куплет И напротив каждой строчки Еще и выписано Откуда место взятое из Библии Вы сами посмотрите Хотя это не у каждого стихотворения Ну еще завидовать Почти 80 стихов Положено на музыку Я бы мог включить Показать Вам это надо? Вы найдете это все В Mail.ru у меня стоит Бери И вот каждый раз А зачем вы это говорите? Ну хорошо Я не буду говорить Пленки я издал Никому не говорю Все заглохло И кому они пойдут Только до КГБ Я уже понимал У меня другое дело Я был в Москве Проехал по России И сказал Кто примет мою работу Начитанные пленки Оригинальные Уже начитанные Это 200 примерно пленок 375 метров 4 дорожки Скорость 4,7 сантиметра Звучание каждые 8 часов 20 минут Кто возьмет даром? Отдаю даром 15 магнитопонов По 320 рублей Тогда какие были деньги? И 3000 кладут сверху еще Откуда у вас такие деньги? От Бога Я работал в две смены И люди Если печники кладут 5,4,5 дней Одну Я в один день Выколол две От фундамента И с трубой вместе Как пишут теперь Деньги были немалые У меня как у Джека Лондона Все для дела революции Как один мексиканец Там боролся У меня все для дела Христа было Я все эти годы Молился о возвращении Александра Солженица Кто так молится? Я за печки С бабушек не брал А говорил Порублю Раздавайте около церкви Просите Чтобы Александр вернулся Для вас просто вернулся А для меня По моей молитве Я все эти годы Молился о крушении Сатанинского Тоталитарного режима Этой империи зла и лжи И она рухнула Окаянная А я молился об этом По моей молитве Но моя молитва Тоже в этом была А другие Знать еще это не знаю Дальше А мы не без меры Какой Хвалиться будем Но по мере удела Какой назначил нам Бог В такую меру Чтобы достигнуть И до вас До вас Которые слушаете Вчера у меня образовал Приехал специалист Мой крестник И образовал канал На ютубе Канал Игнатия Лапкина Заходите За последние два месяца Я выставил А нас Снятые Тысячу Тысячу пятьдесят четыре ролика уже Тысячу пятьдесят четыре Они все здесь И это тоже будет выставлено Четырнадцатый стих Ибо мы не напрягаем себя Как не достигшие до вас Потому что достигли до вас Благовествованием Христовым Вот чем достигать надо Благовестием Всюду и везде Давайте Мы не без меры Хвалимся Не чужими трудами Но надеемся С возрастанием веры вашей С избытком Увеличить в вас Удел наш Так чтобы и далее Вас проповедовать Евангелие А не хвалиться Готовым В чужом уделе Я в чужом уделе Никогда не хвалился И Павел говорит Мы сеем на целине Не в чужом труде Я совершенно В неожиданных местах С неожиданными людьми Совершенно Никакого там не было Посева По тюрьмам По камерам Там никого не было Психиатрии Меня психиатрия 26 лет мучила Не 2 года 26 лет И только перестройка Сняла с меня это клеймо Злоупотребление Советской психиатрии Это надо было выдержать Пытки какие устраивали Это вот мое Вот это тело Перед вами Оно все это испытало Выкручивание Накачивание Это Бог сделал И вы не можете Повторить мою биографию Как я Солженистинскую Но моя очень похожа И некоторые говорят Даже я вроде Внешне на него похож Второе 2 Коринфянам 11 Глава С 23 по 30 стихи Христовы служители В безумии говорю Я больше Я обращаюсь Это к смещенникам Ко всем Это мои слова к вам Я гораздо более Был в трудах Безмерно в ранах Более в темницах И многократно При смерти От иудеев Пять раз Давно мне было По 40 ударов Без одного Меня заказывали Заказывали на убийство Подбрасывали Что я с детьми Их занимаюсь С преступниками Я занимался С несовершеннолетними Преступниками Когда меня посадили Судился за конфискованную фонотеку И мне Бог сделал так Нам негде было молиться Предложено два места Одно место Прямо напротив тюрьмы Сгоревший там магазин А другое Где я сейчас нахожусь Ползунова 6 Город Барнавул Прямо напротив суда Краевого Вот там сейчас Музей Истории Искусства Кажется Вот так Я к ним пришел Подарил Так они не знают Куда меня посадить Я говорю Я в вашем здании Здесь был Все это было Дальше Три раза От иудеев Пять раз Три раза Меня били палками Однажды Камнями побивали Три раза Я терпел кораблекрушение Ночь и день Пробыл Во глубине морской Много раз Был в путешествиях В опасностях На реках В опасностях От разбойников В опасностях От иноплеменников В опасностях От язычников В опасностях В городе В опасностях В пустыне В опасностях На море В опасностях Между лжебратьями В труде И в изнурении Часто в бдении В голоде И жажде Часто в посте На стуже И в ноготе Я к этому обращаюсь Вот для меня Писание, Библия дорога тем, что буквально ни одного стиха нет, который по мне не проехался бы. Он в меня вмонтирован прямо в молекулы тела моего. Почему? Я был в темницах, терпел кораблекрушение. Что бы ни считали, все во мне это есть. Как я могу не хвалиться? Павел не боялся хвалиться. Почему мне бояться? И мой Бог меня спас. Я когда освободился, в этот же день ко мне приехали сотрудники КГБ. Как? Он вернулся? Я все вспомнил Иуда Бен Гур. Так он же на галерах. Путин тоже не стыдится сказать, что я как на галерах раб трудился. Чего он хвалится от этим? Но я-то настоящие галеры испытал. А как он живой вернулся? То есть отдали мне навсегда милостивый кесарь. У меня другой кесарь, царь-старей. Кроме посторонних приключений. У меня ежедневность течения людей. Забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Я об этом и говорю. У меня немощь, бедность, ничего нет. Ни знакомства нигде. Но Бог так делает, что совершенно незнакомые люди. И они принимают деятельное участие в том, что я делаю. Вот начинают евреи. А у меня евреи первые помощники. Для людей до того, что они знают, что я христиан. Еще бы. Они у меня книги все мои имеют. И помогают в издании книг. И при том не какие-то евреи, а занимающие главенствующие места. Главный банкир, край, допустим. Ну вот какое дело-то. И у Соломона написано. Когда пучи человеку угодны Богу, то он и врагов его примеряет с ним. У меня врагов нет. У кто сажал меня, следователи. Они все ко мне приезжают, берут книги. Все. Ни одного врага нет, не считая тех, которые умрили до моего освобождения. Как прокурор, который сидел. Я говорю, ну что ты на меня злишь? Что-то брови были густые у него, как у Брежнева. Я говорю, ну я пойду в тюрьму, вы дома. Ну что вы? Ну давайте по-хорошему взглянем друг на друга. Говорит, я еще стоял и, ну, говорит, юмором у него. Священник на меня клеветал. А я ему тоже прости и тоже руки поставил. Благослови меня, отец Михаил. И он меня благословил. А после этого, как так? Он же на него такие показания. Он тут же отказался. Это неправильно меня записали, что я жду мессию с запада. Я говорю, я жду его на облаках грядущих силой славы великой. Отец Михаил Скачков. Его нету, царство ему небесное. Врагов у меня нету. Враг только тогда враг, когда считаю за врага его. А если я считаю, что это милость Божия, что на меня священники клевещут, гонят коммунисты, меня это не касается. Это плоть. Плоть может истанчиваться. Если хвалиться, то буду хвалиться немощью. Вот здесь что перечисляется в опасностях? Проверьте себя, где вы можете подписаться, сказать это обо мне. Слово Божие живо и действенно. Оно острее воюло острого меча. Оно сунет помышление, намерение сердечное. Для меня вот, Слово Божие живо и действенно. У меня как и эпиграф какой, записано здесь и в церкви. Слово Божие это моя жизнь. Я им живу. Я знаю, что я сказал в субботе, адвентисты седьмого дня. Они нападают, но ни одно место, которое я показываю, они его даже не дотрагают. Они не умеют беседовать. А они могут доказать только тогда, когда что я сказал, могут совместить с другими местами и сказать. Оно не противоречит. Они ни одного довода не берут. Я показываю жития святых, что мощи надо захоронить. Места Библии, они не отмечают. Они не умеют беседовать. Собеседник должен все места мои доказать, что они не так понимают со мной. На всех остановиться. До единого. Я вот на этих местах останавливаюсь. От разбойников я был. От единоплеменников. Вот. Единоплеменников. А эти единоплеменники-то это не кто-то, а мои. Мои единоплеменники. И они меня гонят. И как гонят-то? Вы даже вообразить не знаете. Я уж не говорю здесь. Мне говорят, все, ваше приняли бы патриархию, если бы вы ее не упоминали. Я не упоминаю. Я говорю, это тысячу лет назад было с кем-то в Японии. А уж хотите себе. Дальше. Вторая картина, 12 глава, 11 стих. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Эти речи незначительные, в личном присутствии, под его именем послания, как бы нами посланного. Это все было. Это было. Вот эти книги, вот эта книга. Мне говорят, вот ее видели в новом издании в Санкт-Петербурге, продается, совершенно меня даже не предупреждают, и я не знаю, это второе издание, оно было первое в мягком переплете. Приехали, ну пошли, искать уже нигде нет. Вообще, от моего имени выпускать я не говорил, не видел. Подписывает это, он сказал авторитетно. Я делал печи. Делаю одну печь, несколько хозяев, другим, кому надо, уже молва идет, как я делаю, дешевле всех. Быстрее всех. Водки не надо ему. И гарантию на год даю ему, что вообще бесплатно делаю ремонт. И там, значит, целую бригаду сделали, какой-то татарин, и ходили под моим именем. Дескать, он сам не делает, только нанимает, а мы у него бригада, а те хозяева на дом приехали, ну уж сделайте сам. Эти люди у соседа так, кажется, делали, они целую неделю гуляли, и печка так и не топится. В моей жизни вот все такое, вокруг какие-то люди крутятся, я никого не знаю. Мне некогда этим заниматься, глупостями. И мне бы только донести тело свое вечером до постели. Это моя постель, где я нахожусь, вот она, я рядом нахожусь. И когда мне нужно было издавать, Бог дал иеромонаха, который десятью пальцами мог печатать быстро на русском, и десятью пальцами на английском языке, не глядя, не глядя. Я один раз видел. Знающего очень хорошо компьютер, изучавшего здесь, он был английский, китайский языки. И он у меня спал вот на этой, ну, как сказать, не на нарах, а на кровати. Палате. Не шконка эта, нет. Палате. Палате, вот так. Вторая Коринфянам, третья глава, пятый стих. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Вот это я всегда подчеркиваю. Мне говорят, а как вот узнали, что у вас такой талант изучать языки? Я приехал в Латвию, встречаюсь с ними сколько же, 15 лет, а вы с ними разговариваете? Нет. Они не знают ничего. О, эти такие они националисты. Его если спрашиваешь, куда пройти, они вот так показывают, в двух направлениях где-то. Я в это не поверил. И я даю свое мнение. Латыши прекрасные люди, трудолюбивые, приветливые. Я сразу же поступил, в первую очередь купил учебник. Дальше в латышскую бригаду. И через 3,5 месяца, 3,5, не полных, 4 даже, я уже с ними разговаривал. И выиграл однажды спор, как правильно сказать, у нас нет матерей. А они сказали неправильно и спорят со мной по-латышски. Ну а я-то только на это, пошли к офицеру, а офицер говорит, он прав, мы говорим неправильно. Вот как. В школе не было иностранного языка, я не знал, просто спор зашел, я как-то уже защита диплома была. Я говорю, как же так, вот Толстого считаю, война и мир, там столько выдержек по-французски. Значит, люди могли знать, да ты выучи, со мной нельзя было так разговаривать. Как у отца Сергия, он всегда старался быть лучшим. Сказали выучи, значит, он посмеялся на тот человек, но он не знал. Вот от вечера я пошел к соседней девчонке учиться, достал учебник 5 класса немецкого языка. И уже прошло 4 месяца я по-немецки разговаривал. Выступал с немцами, они даже думали, что я из Берлина приехал, потому что практику брал у немки, которая из Берлина была. Бог делает так. Интересно, да интересно. А тебе это нужно? Не нужно, я самостоятельно занимался испанским, греческим. Это все в прошлом, я ничего уже не знаю. Но я просто вышел на газетный текст. Мне это интересно было. Сейчас молодежь все стонет в армию, возьмут зря пропащее время. Но обо мне как-то написали, здесь преподает высшая милицейская школа. И как раз сколько я провел за компьютером? В 62 года. Я только сел за компьютер. 62 года было. Набирал сам версткой книг, занимался сам версткой. Так учитывая, то там у меня разный шрифт, наклон там, стихи. А вы, молодежь, студенты, стонете, меня перед студентами представили где-то. Ну, конечно, это трогает их. А с чего вы начинали? В первую очередь, отвергнись себя. Второе, возьми крест. Все должен принимать болезни в равной степени, поношение, издевки. Все как от Бога. И третье, следуй за Христом, считай его святые заповеди. Еще. Иакова, 3 глава, 13 стих. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Вот и все. А если в сердце ваше имеете зависть и створливость, то не хвалите на истину. Это я своим оппонентам говорю. Я даже показал, как молиться, склоняться. Раньше молились крестообразно. Зайдите в Вейлру, посмотрите. Обычно так, ни одного нет отзыва. Два или три. А тут сотни. Триста, четыреста. И все. На этом я показал. Я выдал места святые, как молились мужи, жены, как поднимали руки православные. Я на деле показывал это, чтобы люди видели, как напали на меня. Которые лба не перекрестят. А только тайно надо, чтобы никто не знал. А вот сказали, что платите десятину. А почему не боялся об этом сказать Тавид? Одну десятину я отдавал священникам. Одну туда-то. Одну раздавал нищим. Один восемь Тавито. Зачем он это говорит? Тавито, книга, он говорит, я. То есть от первого лица идет разговор. Почему вы его не обвиняете? Я ему подражаю. Дальше. Сираха, 14 глава, 28-29 стихи. Заговорил богатый. И все замолчали. И превознесли речь его до облаков. Заговорил бедный. И говорят, это кто такой? И если он споткнется, то совсем не звергнут его. Вот я этот стих применяю к себе. Это мое. Вот когда я обратился к Богу, я прочитал у Давида такое. Говорит. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи. Допустим, я среди народа как-то бываю. И я не так поступлю, как-то греховно. И меня это выстоит. А моим друзьям будет укор. Вот вы его слушали. А ты понимаешь, вот он какой. Я этого так боялся. Друзей не подвести. Поэтому себя крепил. Это нельзя делать. Этот стих во мне вошел. Но ты сокрыл лицо твоего, говорит, и я смутился. Евангелие Тарана, 8 глава, 46 стих. Кто из вас обличит меня в неправде, если же я говорю истину? Почему вы не верите мне? Я это слова к себе беру. С маленькой буквы я это говорю. В неправде моей обличите. Вот мои книги. Почему не соберутся епископы вместе, вплоть до всех цензоров. И конкретно по каждой книге, по стиху. Но только во свете Библии. А не так, что сказал там кто-то, сказал кто-то. Но вопреки Библии он сказал. Кому я должен был верить? Кого он должен больше слушать? Бога или человеков? Да, у меня все необычно в моей биографии. Родиться в беспоповской семье. Найти священство. Понять, что без священства нет церкви. И обратиться, уверовать во Христа, имея страх Божий, в 23 года уже. И обратиться к среди сектантов. Я у них там буквально сразу был выдвинут на первое место. Тогда было только так называемое движение за церковь у баптистов, отделенное. Инициативники называли, Совет Церквей. И я помогал материалы распространять. Я сразу включился в их работу. Я не баптист. И они это знали. Братик, братик, братик меня везде. Вот и все. У меня знакомый был один. Был знакомый, а потом он исчез, а потом вернулся. Я говорю, а где ты, Саша, был? На севере был, работал, деньги зарабатывал. Ты тоже, кажется, северяк. На севере. На каких-то там золотых приисках работал. Там были у вас такие? Вот. И работал на мощном этом американском бульдозере. Как он называется? Кота пила. Вот так. Я говорю, мы бы тебя приняли, но ты осквернен тем, что ты не платил десятину. Ты же не платил ее церкви. Не платил. Так вот, хочешь быть с нами? Сядь, подсчитай, сколько ты заработал, и десятину высчитай, и отдай. Завтра мы ее от тебя снимем. Он подсчитал как раз то, что он привез сюда деньги. Деньги-то были хорошие. Я говорю, ты готов деньги снять с книжки и отдать их? Конечно. Он очень любил нас. Я говорю, пошли. Он снимает деньги, и мы прямой наводкой к баптистам, к отделенным. Я знаю, куда деньги. У них подполь напечатали деньги. Да ты же православный. Тут все замерли. Такие деньги. И мы отдали. Володя принял их. Тогда был такой пресвитер. Новый Завет печатали. А? Новый Завет печатали. Да, Новый Завет печатали. Новый Завет подпольно печатали. Я знал, куда деньги дать. И все, теперь он наш друг, человек. Десятина должна быть отдана Богу. Я не просил большего. Это большее, что я взял для себя сам. Я увидел, что правильно делали апостол. Они сто процентов отдавали. Купили, к ногам апостола положили. Но я не мог сто. И десять процентов, конечно, не хватало. Поэтому у меня всегда две-три работы было. Я дома сижу, переплетчик, реставратор переплетаю. На работе сижу, работаю. У меня все время руки работали. Я ни разу не пожалел, что вот так. А меня настоятель вызвал. Игнатий, что ж такое? Это опять около тебя бабки там это? Чего они около тебя крутятся? Да просили снег с крыши. И вот я договорился, там сколько бабок. Приду, скидаю. А эти-то приходили еще. Да дрова привезли, им не пилить некуда. Это мы придем к ним, перепилим. Да ты что, солнце что ли? А это что? Да это просила пилу потащить, это валенки подшить. Я прихожу оттуда, ухожу нагруженный. А он настоятель, какой есть. Для меня это нет разницы, как ты на меня смотришь. Я перед моим Богом. Я в каждом должен увидеть образ Христа. Они такие ласковые, такие хорошие бабушки. Я так их любил. И поэтому Бог дал мне любовь к старости и от старых, от молодых. Матфея 5 глава, 14 стих. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Чтобы видели дела или спрятать, как увидеть, если нет? Я их не опиширую, они просто на виду. В общину, которая здесь, ну тут 90, может, с лишним процентов пришли через мою проповедь. В университетах и где. Вот он снимает, пришел через это. Ты приехал сюда, не оказался бы в общине, если бы ее не были. То есть мы все связаны. Связаны. Которые жены, наши дети рождаются. Я в каждом из них нахожусь. Но у меня претензий ни к чему нет. Я все время стараюсь отстраниться. Я добровольно отошел от всего. Не пишу стихи. Говорил 4 проповеди в неделю. Отошел от проповеди. По порядку перечисляю сколько. Но я староста. Выступал в газеты. Отошел. Книги издавал. Отошел. Я 8 дел полностью оставил. Оставил себе, как раньше было МФ, у глухонемых М. И вот так называется ее. Морфлот. А теперь остался только молитва и форум. Все время здесь нахожусь. Дальше. Псалом 68, 7 стих. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Божий сил. Да не постыдятся во мне ищущие Тебя, Божий Израилев. Вот это надо взять как за эпиграф. Чтобы никто не сказал верующие. А вот что они вытворяют. У меня отец любил выпить. Ну и у жены Надежды, там Василий Фадевич, они как-то собрались с тестем самым и сидят там в саду, в огороде там выпивают. А мама наша проходит мимо, ты и слышишь, о чем они разговаривают-то. Ну как? Не знаю, что-то с моим, с дочерью что-то сделалось. Была учительницей, что-то головой повредилось, какого-то Бога стала молиться. Домой-то дурачок тоже. Ведь мы так надеялись, что он в партию вступит, он всех остальных детей поможет поднять. Потерял сына я, отец. Оба сидят выпьют. Ну ладно уж, какие есть. Какие есть. Я написал стихотворение. Как в басне, надо в наш беде случиться, служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. Я отцу написал. И вот когда гуляли, даже кто-то сказал, а чего ты, Тихон Дмитриевич, у тебя сын-то вон куда идет, его власти там, он против советской власти идет. А отец вот так, руки не было с фронта, ну его, видимо, это задело. Ну уж если верить, так верить, как мой сын Игнашка верит. Он никому не уступит, он твердо идет, и он это понимал. Значит, там он с тестем говорил одно, а тут, когда заделает, вот он уже, вот так. Второе царство, 22 глава, 45 стих. Иноплеменники ласкательствуют предо мною, по слуху обо мне, повинуются мне. Это Давид говорил, я могу сказать это о сектантах. Договариваются со встречами, Новосибирск, Академгородок, все договорятся, а потом спрашивают, а кто с православной стороны будет? Если бы сказали епископ, священники, ну, внимание, но когда сказали, сборнуло лапки, они мгновенно все отказались. Они ласкательствуют, говорят, но по слуху обо мне, они повинуются мне. Но Давид не боялся это сказать? Почему мне это бояться? Он говорит конкретно о себе, о наплеменниках, по отношению к нему. Псалом 17, 45, 46 стихи. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют, и трепещут в укреплениях своих. Вот которые, заметьте, вот я выставляю ролик, и дальше вот, дальше они, бывает, один зайдет раз, два, три, там, десять больше своих выступлений подряд, он не может высказаться. Ну, задевает-то меня, ты сектант, если это православный, ты сектант, ты православный верный изменник, то он ждет, я вылезу, я никогда не вылажу. Почему? Спорит тот, кто ничего не знает. Это у меня такая наработка. А кто знает, он возвещает истину. Я возвесил, но теперь вокруг этой колокольни бегайте, подвизгивайте. Если я сказал, что церковь только там, где рукоположенное пастырство, священники от апостольских времен, хератония непрерывная, сектанты меня смешивают с грязью и как бы вызывают. Ну, вот выйдет, смотри, у вас там эти кости там везде, мощи, вы там все делаете, попы там такие толстые, задни, ссылочные, грубить начинают. Выйдет, я не выйду, я смотрю, дома сижу и сразу, вы знаете, у меня вот, главное оружие у меня и перед иконами, это вот мне подарок. подарки мне дарят. Вот, пожалуйста, сто поклонов. И все. И на душе легко. За всех сектантов, баптистов, за премьер-министра президента, за патриархи Кирилла, за всех молюсь. За Горбачева, за Стерлигова, за Невзорова. Они поминаются именами в моей молитве днем и ночью. Почему? Любовь Христова да будет над ними. Они мне не враги, они несчастные люди, они не знают этой радости, охотятся за ними, и за мной никто не охотится. Я в любое время ночью иду куда угодно. Меня еще боятся, глядя какие. Что интересно, однажды я вот так вот иду, ну и визитки раздаю, там приглашение на занятия в университет, стоят группа студентов, вот до того было это интересно, но там в жизни так бывает. А там один из них идет и говорит, а что такое? Да вот подошел интересный человек, они там говорят, а я отхожу, лучше слышал-то. Ну я повернулся и пошел, они смотрят, так подходил, а где он такой-то? А тот, а я вот сейчас посмотрю, подбегает вперед на меня, заглядывает, и опять помчался, так вот он самый есть. Я перед ними-то стою, они не видят, как я одет это, они у меня привеют лицо, бороду, а когда я уже развернулся-то, я совершенно другой, пигмейщик там, говорит, хаттаб еще маленький, как, ну для того интересно, ну просто интересно надо жить, красиво и азартно. Первый отца, 12 глава, 3 стих. Вот я, свидетельствующий на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вала, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам. И отвечали, ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял. И сказал он, свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною. И сказали, свидетель. Я ко всем людям обращаюсь, вы конкретно ко мне что-то имеете? За основу возьмите римлянам 2 глава. Вот я говорю, а я не делаю. Я должен говорить. Ну а как я могу не говорить? Мы приехали в новое селение. Ну, везде вопрос. Мы заходим в дом и говорим, так, мы и Мамонтского района, поселок Потеряевка, православные христиане. Вот раздаем Евангелие, если у вас нет. И сегодня у нас встреча в 3 часа будет в Доме культуры. А кто вы это? Я должен сказать, кто они. Потеряевка, о, мы знаем, нам это интересно. Это вы деревню строите с нуля? Все, я пошел. Так, а что вы о себе рассказываете? Каждый раз думаешь, это сатана везде рога выставляет. Ну давай, я не буду говорить. Я буду молчать. Мы идем парами двое. Ты говори, что? А что я буду говорить? Ну что ты говори? Он подошел, так, а сразу, вот у нас сегодня в 3 часа будет, его спрашивают, а кто вы такие? Он тратит 5 минут. Я говорю, у нас норма, 2 минуты на дом. От дома к дому перейти, это все, про все 2 минуты. У меня вымерено до каждого слова. Ну еще будешь говорить, нет, у меня не получается. А что ж ты меня осудил? Теперь, выходя перед народом, я должен представиться, кто я такой. Я говорю, мой возраст, 73 года, живу в поселке Потеряевке, я православный христианин, как обратился, Павел не боялся сказать. Сколько раз он свидетельствует перед Синедрионом везде, я такой-то, я шел, осиял, а я упал. Что вы ко мне-то прилепляетесь? Я что-то нарушил, от вас отнял. У вас не было обращения такого. Вы и здесь мне завидуете. У меня было подлинное, настоящее обращение. Рождение свыше, исполнение Духом Святым. Я это испытал. Как писала Ксения Дэн, это драматическое событие произошло в моей жизни. Притом, я этот момент ждал. Говорят, у вас что-то в жизни неладно было. У меня все было ладно. В это время я учился в высшем мореходном училище, работая на корабле. Знания, память, здоровье, но в подводный флот не набирают коллег. Но Бог решил иначе. Теперь не ты будешь убивать террористам, тебя будут убивать. Как я благодарен Богу, что у меня слух был ослаблен, временами приходило, повреждения. Я не слышал задания, которые учитель задает. Я учил на два урока вперед. И вот эта самостоятельность работы помогла мне в работе с книгами, с трудными книгами. Такие, как Исаак, Сирин, Симеон, Новый Богослов. Вот есть это самые наитруднейшие книги. Обычно я когда начитываю, ну сколько дыхания хватает, там бывает час начитываю. А на их начитываю, больше 15 минут я не мог начитывать. Я днем никогда не ложусь. Повторяю, меня жена не видела лежащим. Но здесь я ложился в день раз в пять спать. Хотя бы на 15 минут. Полностью разум выхолощен. Вот что они говорят. Их называли ангелы во плоти или человек на небе. Настолько возвышенные слова, мне надо интонацию передать. Я считаю и до каждого слова надо дойти. И полностью чувствую, все, мозги высыхают. Я пью опять воду с медом, ложусь, встаю опять свежий, считаю. Минут 15-20 я выхолощен полностью. И до конца так и не досчитал. Феофан Затворник, это пишет Василий Кривошейн, архиепископ Брюссельский, так и не решился перевести Симеона Нового Богослова на русский язык. Не решился. Если перевести и дать, все поймут, что они неверующие, потеряют веру остатки. Вот какие есть. У сектантов есть такие? На них понятия не имеют. Но они хорошие люди, сектанты, но не церковь. Я постоянно подчеркиваю. Поэтому у меня, друзей, среди сектантов было бы очень много, если бы я вот этих слов не говорил. Поэтому на то, что которые обвиняют, вы говорите о себе, научите как по-другому. Дело в том, что, допустим, я нынче 240 раз должен был сначала, начиная выступить перед библиотекарями, перед людьми, допустим, в библиотеке. В первую очередь, я нежданный и незванный, как говорят об евреях. Я явился. Здравствуйте, тетя Аня, племянник приехал. Кто такой? Так я оставлять должен 38 книг. А у них предупреждение всякую экстремистскую литературу не принимать. Я должен вызвать в течение 20 минут полное доверие к себе и к книгам. Я о чем должен рассказывать? О Христе у меня все написано. Они говорят, мы это знаем, у нас в Библии считаем это. Кто вы такие? Я должен открыть книги, показать документы, что наши книги подарены Путину, Медведеву. Документы, что они у патриарха, у священников, благодарности от церквей, которые я получаю целой пачкой, где находятся книги в церковных библиотеках. О чем я должен говорить? У меня задача детей моих пристроить. Я должен вызвать доверие, что я не бродяга. Я должен открывать книги, показывать. Смотрите, какой вопрос. Я раз сюда. Женщина зашла, это директор. Она подошла и сразу расположена, Тюменцева. Я говорю, вам что нужно об этой книгах? Да мне что тут у вас нету? Ну а как вы знаете? Да у меня сейчас доклад, там старобрядцев много. Фу, одиннадцатый том, желтый. Я его вытащил ей в руки. Это что старобрядцев? Том. Все, что от самого начала за триста лет написано здесь. Так у вас что со всеми? А у нас тут мусульмане? Восемнадцатый том. Я весь Коран разбираю, пасура моей ята, весь, в сравнении с Библией. Это ни у Сысоева, ни у кого не было. И все, что Сысоев говорил, у меня в помещенном, что за 1300 лет говорено было о мусульманах, о мусульманах, и поэзии, все у меня в одном томе. Ну а как вот евреи сегодня так относятся, они ограбили страну? Это 23, 24, 25 том. Это тема большая. За 3600 лет, что о них было сказано, все там. И разбираю 12-томный талмуд их в сравнении с Библией. Да таких книг нигде нету. Их не существует. Чтобы это написать, я должен жить этим. И, конечно, знать Библию неплохо. Поэтому у меня по-другому не может быть. У Павла были обвинители? Были. А сидел бы я где-то, ну помолился, и за куток. Ну кто меня будет гнать? Я никому не нужен. Но гонение, раны за Христа это радость. Гури и Самон, Авиев за что погибли? А если бы не пропадала Мария Магдалина, ее бы никто и не знал. Мы должны быть подражателями Господу Иисусу Христу и видеть образ, что выполнимо это все, как Павел. И были такие люди, как Иоанн Златоуз, как пророк Иеремия. Вот мой ответ. Всем, кто за мной наблюдает, кому не нравится, как я говорю, но попытайтесь то, что я делаю, среди тех же людей выразить другими словами. Потому что я работаю среди православных, старообрядцев, и беспоповцев, и сектантов разных-разных направлений. Это жена там, тут Света или Иегова приходит. Одно время навадились ко мне домой ходить. Руководители их. Вы прямо совсем и имя Иегова знают. Я показываю в моих книгах имя Иегова употребляется 1700 раз. Довольно? Тысячи! Это Бог делает так. Наши люди все знают имя Иегова. Мы употребляем это имя в молитвах. Мы это знаем, но истина в церкви. Бог так сделал. Я знаю, это то, что сегодня я говорю, и в этом будут находить, но меня это не касается. Я искренне рассказал, как есть по-другому, я не могу. Я могу вообще себя не поминать. За ширму скрыться, и начинать читать Евангелие. Вам это надо? Я их должен привлечь. Должен привлечь и показать выполнимо все на практике. Город на вершине горы не может укрыться. Это я абсолютно точно знаю. Приезжает начальство, начинает какое-то стресто. Ну, я вижу, они там что-то говорят. Я подошел, а кто вы такие из стресто? Почему такая тяжелая работа у женщин? И дальше начали говорить. А там, годы советской власти, 70-е годы. Ну, так у вас евангельский язык такой. А кто вы такой будете? Меня положили в больницу, и приходит один профессор. Я вот о вас слышал, хотел поговорить. И стал говорить, а я ему отвечаю. Ну, вы своими словами можете сказать, что-то у вас какая-то цитация, как цитатик Мао Зедуна. Все. Библия, глава, стих. Ну, своими словами. Я говорю, а я вас сразу узнал. А как? Да вы еще к враю, к еле подходили. Вы хотите меня за ограду выкинуть, и чтобы я начал умствовать? Я не знаю. Мои мысли в Слове Божьем от слов своих человек оправдается и осудится. Слово мое будет судить его. Евангелие от Яна 12,48. И раз оно будет судить, вот мандат, с которым я явлюсь. Я по нему жил, никому не угождал, никому, ни разу, ни в одной строчке в этих моих книгах. Я всегда смотрю выше голов, как Мартин Лютер говорил. Я его употребляю. Мне очень нравятся очень хорошие проповедники. У них такие, которые и есть. Называют Ярд Пьесе. У меня было только его проповедение 136 часов. Меня за это судили. Внятно ответил? Да, внятно. Спаси Христос. Благодарю Господа моего, что позволил устоять. Ни на один даже провокационный вопрос я не делал, метку не буду отвечать на все, всегда отвечаю. Богу нашему слава. Аминь.